Всем привет! И сегодня у нас обзор всех просмотренных фильмов за это лето. Если вы видели мой обзор прочитанных книг за лето, то вы в курсе. А если не видели, я оставлю ссылочку вот здесь и под видео. Я упоминала первая книга, это сборник детективов, 16-й томик. Там был роман, который натолкнул меня, точнее даже не натолкнул, а сподвиг меня посмотреть некоторые мои любимые фильмы в историческом стиле. И я себе тут набросала целый списочек, что я посмотрела за это лето и чтобы я могла посоветовать. Или не стоит смотреть. Фильмы на самом деле не новые, то есть они практически все уже довольно-таки старые. И я думаю, что многие из вас их уже видели. И давайте перейдем. Собственно, та книга, по-моему, называлась, я уже не помню, «Кровавая дама», по-моему, назывался роман. И он меня сподвиг на просмотр фильмов в историческом стиле. И вот именно эти фильмы я бы хотела посоветовать, если вы еще не смотрели. Джейн Остин, Мэнсфилд Парк, Сестры Магдалены, Брайт Стар, тот же самый, Искупление. Вот в таком духе. Это я бы хотела посоветовать, но подробнее останавливаться на них особо не хочу, потому что это нужно о каждом фильме конкретно рассказывать. Но все эти названные фильмы я просто обожаю. Я смотрела их уже раз по 20 или 25. И время от времени пересматриваю снова, потому что не перестаю в них разочаровываться. Очень хорошие фильмы, хорошо сняты, и хорошие в них истории. В частности, например, Брайт Стар, Джейн Остин, они основаны, скажем так, не то чтобы на реальных событиях, а основаны на жизни писателей. Собственно, они и сняты о жизни известных довольно-таки писателей. Дальше был фильм Эль Греко, но я его, это на любителя, там тоже есть исторические нотки, но я вряд ли его буду пересматривать, мне не очень понравился. Дальше были очень тоже мои любимые фильмы, которые я тоже много раз смотрела. И, может быть, вы тоже их видели. Кэшбэк, Десятидюймовый герой, Грязные танцы, Принцесс Снов и Танец Вспышка. Каждый из них по-своему хорош. Там, я даже не знаю. Наверное, любой фильм, который вот я, про который сегодня говорю, к любому фильму можно отнести, знаете, есть такая очень хорошая, не знаю, поговорка. Цени то, что имеешь. Вот можно отнести к любому фильму. Если углубляться вообще в смысл каждого фильма, то эту поговорку или пословицу, наверное, поговорку можно применить абсолютно к любому фильму. Точно так же, как, например, были два фильма тоже любимые, которые отдельно, я бы их отдельно поставила, потому что они произвели на меня особое впечатление, несмотря на то, что я их уже вижу не впервые. То есть я до этого их смотрела много раз, но почему-то именно в этом году, вот именно сейчас, они произвели на меня какое-то такое особое впечатление, перевернув вообще мое мировоззрение, мое самовосприятие. А именно, это фильм «Предчувствие» и фильм «Голая правда». Вот такое лирическое отступление. У меня есть видео, наверное, оно выйдет уже после этого обзора, но во всяком случае, под видео я оставлю ссылочку, и вот здесь вот тоже в правом верхнем углу тоже оставлю ссылку, если видео будет раньше выпущено, где я, собственно, поясню, что именно вообще за это лето случилось и почему так изменилось мое восприятие. Но вот в фильме «Предчувствие» «Святой Отец» говорит фразу, сейчас дословно не вспомню, но примерно значение ее таково, что чудо, что мы каждый день встаем и просыпаемся. Примерно так. Может быть, он немного иначе была постановка «Порядок слов», но смысл тот же. И я как-то по-новому взглянула на это предложение, на это какое-то словосочетание, изречение, и попыталась его применить к себе, к тем мыслям, которые у меня в голове кружились. Вот. И также фильм «Голая правда». Был там главный герой, не помню, как его зовут, он сказал главной героине фразу, тоже дословно не скажу, это, ну, лучше фильм смотреть, но смысл тот, что если ты сама не готова себя полюбить, то почему другой человек, мужчина, должен тебя полюбить? За что, если ты сама себя не любишь? Вот. Это тоже в некотором смысле повлияло на моё отношение к самой себе. То есть, опять же, будет отдельный ролик, где я расскажу, что изменилось, и вообще, что случилось, что произошло, и что будет дальше. Если интересно, проходите, ссылочки будут в описании и вот здесь в уголке. Однозначно, то есть, вот эти вот фильмы, «Кэшбэк», «Десятидюймовый герой», «Грязные танцы», «Принцесс снов» и «Танец вспышка», а также «Придчувствие и голая правда» могу посоветовать. Каждый из них по-своему хорош и по-своему даёт какое-то послевкусие. То есть, можно ещё подумать после просмотра, поразмыслить, взвесить какую-то новую информацию, которую ты вынес из этих фильмов. В общем-то, фильмы хорошие и советую, если вы их ещё не видели. Также было мною просмотрено несколько фильмов, скажем так, не для всех. То есть, такая категория, я бы даже сказала, 18+. Значит, фильм «Необратимость», «29 пальм» и «Трое». Это из тех, которые я бы посоветовала посмотреть, если вы их не смотрели. Тут подробнее остановлюсь. «Необратимость», насколько я знаю, этот фильм, он у меня в скачанном виде. Наверное, это плохо говорить в интернете об этом, но я его никуда не распространяю. Я его скачивала исключительно для себя, чтобы посмотреть. Одно время, когда он только вышел в прокат, фильм до 2010 года снят, я точно не могу сказать, 2003 или 2001, или где-то там. И помнится, была шумиха вокруг него, и, по-моему, его запретили к показу на территории России. Я так понимаю, за пропаганду, как бы сказать, за пропаганду насилия и нетрадиционных отношений, что-то типа того. Но, если вдруг доведется где-то увидеть этот фильм более подробно, в целом, то советую обязательно посмотреть. Но, опять же, такое отступление. Если вы, скажем так, тяжело переносите насилие, потому что в этом фильме очень много насилия, и оно такое нескрываемое. Но его стоит посмотреть. Если вы все-таки не переносите насилие, тогда, увы, не ваш вариант. Но в плане смысла, смысловой нагрузки самого фильма, фильм очень хороший, и он теперь в списке моих любимых, и, может быть, время от времени, может быть, раз в год я буду его пересматривать. «29 пальм». Отличный фильм, немножко такой размеренный, скучноватый. То есть, на протяжении всего фильма... Алиса! На протяжении всего фильма особо ничего не происходит, никаких событий. Собственно, все события, они в конце, в развязке. И развязка, я вам скажу, не хэппи-энд, но тоже имеет место быть. И применительно к этому фильму я бы сказала, что тоже ценит то, что ты имеешь. И еще не пускай на самотек сложные ситуации с неформальными людьми. Но я имею в виду, например, бандитов, каких-то грабителей. Вот. То есть, будь всегда на чеку с такими людьми, не пускай ситуацию на самотек. И фильм «Трое». «Трое» — три человека. Не путать с «Тройей». В общем, фильм тоже довольно интересный. Присутствуют откровенные сцены, но не так много, как в двух предыдущих фильмах. И фильм о людях на острове, о том, как они уживаются, как находят общий язык, как выживают. Вот. И концовка, она такая многозначительная, двусмысленная. В общем-то, двух героев жалко. Ну, как-то вот прям за них болеешь, но не сложилось. Момент. Вот. За двух героев болеешь, но у них как-то не складывается, к сожалению. И в конце такая, как бы, финал такой непонятный. С одной стороны, третьего героя очень жалко, а с другой стороны, так ему и надо. Вот. Но опять же, цени то, что имеешь. Так что, эти три фильма тоже рекомендую к просмотру. Все названия я тут подпишу, чтобы вы не забывали где-нибудь, где-нибудь вот тут. Вот. И были еще такие проходные фильмы, которые, ну, не могу посоветовать. Если хотите для общего развлечения просто посмотреть, то можете вполне. А так, как бы, они ничего такого. То есть, есть низкобюджетные фильмы, есть нормальные, но при этом они не особенно такие, как какую-то глубокую смысловую нагрузку в себе несут. Такого нет. «Танцы улиц», «Няня к Рождеству», «Уличные танцы», два разных фильма, «То, что ее заводит», «Девять песен» и «Ударь меня». Также три последние названные, это, скажем так, «18 плюс», то есть не советую, там присутствуют откровенные сцены, довольно много. Но по качеству фильмы проходные. Так что вот так вот. Было такое лето, где-то две недели я посвятила только просмотру фильмов. Это достаточно как бы мои любимые фильмы, я их пересматриваю много раз и некоторые появились новые и стали тоже любимыми. Так что если вы что-то смотрели, пишите в комментариях свои впечатления, если не смотрели, тоже пишите, может быть хотите посмотреть. Понравилось видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь, если еще не подписаны. Увидимся в следующих видео. Пока-пока! Пока!